всем привет сегодня я покажу вам два способа как добрать петли к уже готовому полотну с правой стороны и с левой это может пригодиться когда мы вяжем например подрезы ластовицу и в других деталях чтобы добавить петли справа вводим спицу в первую петлю так как будто планируем провязать ее лицевой захватываем рабочую ниточку и новую петельку получившуюся одеваем на спицу правой стеночкой вот так в эту петлю снова вводим спицу как будто собираемся провязать ее как лицевую за правую стеночку подхватываем рабочую нить и новую петлю снова одеваем на спицу таким образом набираем нужно нам количество петель когда все петли будут набраны просто продолжаем вязать лицевой ряд по рисунку первую петельку можно снять как кромочную или провязать чтобы она лучше закрепилась я ее провяжу и у меня здесь идет лицевая гладь поэтому я все петли вяжу как лицевые край при таком наборе напоминает край при классическом наборе петель он выглядит в виде вот таких перемычек он достаточно тугой хорошо держит форму и выглядит аккуратно чтобы получить менее тугой край спицу можно вставлять не в последнюю петлю а в расстоянии между последней и предпоследней петелькой подхватываем рабочую ниточку и новую петлю одеваем правой стенкой на спицу снова вставляем спицу между последними двумя петельками подхватываем рабочую ниточку и одеваем эту петлю на спицу таким образом набираем нужное количество петель когда все петли будут набраны просто продолжаем вязать лицевой ряд первую петельку я здесь провяжу тоже чтобы она лучше закрепилась и все остальные петли тоже вяжем по рисунку край при таком наборе тоже получается аккуратным и достаточно эластичным чтобы набрать новые петли с левой стороны последнюю петельку мы не провязываем изнаночной как обычно мы делаем с кромочными петлями а также ее провязываем по рисунку первый способ располагаем ниточку рабочую на указательном пальце левой руки вот таким образом чтобы нить ведущая к спице располагалась за пальцем а нить рабочая которая к матку ведет была на пальце немного натягиваем нить на себя и в образовавшуюся петельку вводим спицу снизу вверх у нас образуется вот такая петля еще раз располагаем ниточку на указательном пальце и в эту петлю снизу вверх вводим спицу и таким образом набираем нужное нам количество петель когда все петли будут набраны просто разворачиваем работу и начинаем вязать изнаночный ряд здесь первую петельку мы снимем вот так слева направо чтобы она не раскрутилась остальные петли провяжем за дальнюю стеночку за ту стенку которая располагается за спицей край при таком наборе получается достаточно эластичным при этом держит форму и напоминает край наборного ряда при классическом наборе петель для второго способа нам понадобится крючок переснимаем последнюю петельку на крючок и располагаем его перед работой рабочей ниточкой обиваем спицу сзади вот так заводим ее назад подхватываем крючком нить и протягиваем через нашу петельку у нас образовалась одна новая петля снова заводим рабочую ниточку назад и подхватываем ее проводим через нашу петельку таким образом набираем нужное количество петель последнюю петельку просто одеваем на спицу вот так теперь вот эту косичку заводим назад и вы увидите что у нас образовался ряд новых петелек теперь можно развернуть работу и продолжить вязать полотно по рисунку здесь у нас петельки получились не классической ориентацией у них левая стеночка на спице поэтому мы первую петлю здесь снимем вот так остальные петли провяжем по рисунку за дальнюю стеночку вот так за ту стенку которая располагается за спицей при таком наборе край получается достаточно плотным он хорошо держит форму при этом он слегка упругий